Всем привет! В этом видео я покажу вам свой очередной эксперимент работы с Foam Clay. В прошлые разы я лепила из него фигурки, потом засушивала, чтобы у меня получались брелки. В этот раз я взяла пустую банку из-под Priggles и обклеила ее. У меня получился красивый держатель для карандашей. Ну, я надеюсь, что красивый, по крайней мере, мне он нравится. Итак, пустая банка от Priggles отрезала на нужную высоту. Получилось немножко криво, но это не страшно. И я хочу сделать узор в виде радуги. Но в свою радугу я добавила розовый цвет, так как мне он очень нравится. Не хотелось делать без него, а светло-голубого у меня просто не было. Если вы не смотрели предыдущие видео, я могу вам немножко еще рассказать, как это работает. Foam Clay в переводе с английского это, в принципе, пенистый клей. Но на ощупь это как маленькие крошки пенопласта, которые между собой соединены, ну, в принципе, клеем. Но он, в принципе, приятный на ощупь. То есть на пальцах не остается, не прилипает никак к рукам. И работать с ним приятно. Он производит какой-то успокаивающий эффект. То есть даже если вы ничего не слепите, да, а просто помнете такой шарик в руках, то это уже принесет пользу, это успокаивает. Хотя, наверное, не всех. Может быть, это только на меня так действует. Но когда я читала описания, рецензии, то многие об этом говорили, что им нравится вот этот эффект на нервы. Итак. Ах да, и самое главное я забыла рассказать. Если вы просто работаете, но не хотите сохранить то, что вы сделали, тогда вы разбираете вашу поделку обратно и кладете обратно в ванночку, чтобы не попадал воздух. А если вы хотите поделку сохранить, тогда вы наоборот оставляете ее на воздухе. Как минимум на один день, но лучше на три. Так написано в инструкции. И зависит, конечно, от размера. Если вы что-то маленькое сделали, то оно быстро засохнет. Большие предметы, вот как сегодня, это действительно лучше оставить на три дня. Ну, в общем, максимально через три дня у вас получается засохший готовый продукт. Продолжение следует... Я только недавно открыла для себя этот материал. Мне он очень нравится, как я уже сказала, но я открыла для себя пока еще не все варианты, что можно с ним делать. Если у вас больше опыта в работе с помкой, если у вас есть хорошие идеи, какой-то хороший опыт, вы хотите этим поделиться. В общем, расскажите мне в комментариях, я буду очень рада. И если найду что-то интересное, то повторю за вами, попробую сделать такое видео. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.